Пожалуйста, отключите ваши микрофоны. После того, как я вам все покажу, вы сможете начать задавать какие-то свои вопросы, на которые я буду вам отвечать. Либо голосом, либо можете в чат написать какие-то свои вопросы. Итак, Салтан, Маратовна, школы вообще не работали в системе, да? Мне с регистрации начать? Нет, у нас здесь часть школ уже работали. У нас 50 организаций, это музыкальные школы, художественные школы уже работали. К нам вновь подсоединились частные организации. Тогда в любом случае, кратко покажу регистрацию. Отметьте, пожалуйста. Слышно? Какая вы организация, Мири? Тахан, Марат, отметьте, пожалуйста. Просто я звук никак не могла включить. Все хорошо, отметьте у вас. Давайте я кратко тогда расскажу про регистрацию в системе. Всем же видно экран. Кивните, пожалуйста, кому видно. Все отлично. Смотрите, как зарегистрироваться в системе Kundule KZ. Говорю, для школ, которые ранее не работали в системе. Открываете браузер, то есть переходите и вводите. Можно русский, можно английский, можно казахским текстом. В том числе, первая ссылка сразу же выйдет, это наш сайт. Как только вы перешли, у вас откроется страница для входа в систему. Чтобы зарегистрировать образовательную организацию, вам нужно будет нажать на кнопку «Подключить ООО». Что значит ООО? Это значит образовательная организация. Далее вам нужно будет выбрать роль учитель-сотрудник. Нажимаете на кнопку «Далее». Здесь уже показываете название вашего населенного пункта. Например, Аршало. У нас сразу же вышел Аршалинский район, Акмолинская область и все населенные пункты. Вы также можете ввести сразу же название населенного пункта. Если названия нет, либо же вы, например, выбрали населенный пункт, теперь вы ищите то, что... Далее, например, если у вас ничего не вышло, у вас выйдет вот такое значение «Не нашли свой населенный пункт». То есть система будет сначала проверять, есть ли такая школа в системе. Например, вот такой населенный пункт есть. Мы его выбираем. И видим, что в Берсуате нет организаций, которые зарегистрированы в системе Кундели Киезе. Поэтому мы нажимаем на кнопку «Не нашли свою образовательную организацию». Далее открывается форма для заполнения заявки. То есть мы сначала заполняем заявку, указываем все данные о вашей организации. То есть вы указываете данные свои. И отправляете эту заявку к нам в компанию. Мы ее полностью проверяем на соответствие, на лицензию. Если все корректно, то в данном случае мы отправляем вам логин и пароль для регистрации. Давайте пройдем путь регистрации кратко. Например, «Музыкальная школа». Соответственно, название вашей организации как-то сокращается аббревиатурой. Вы здесь это сокращение уже вводите в краткое название. Полное название нужно будет ввести прям полностью. Вот как оно расшифровывается, это название нужно будет ввести. В поле «Тип организации» нужно выбрать дополнительное образование детей. Остальные виды выбирать не надо. Повторюсь, только дополнительное образование детей. Данный тип организации подходит для работы системой вашим организациям. Организационная структура. Выбирайте самостоятельное учреждение на случай, если у вас только один филиал. Структурное подразделение – это если вы, получается, головной, то есть главный филиал из ваших организаций. То есть помимо вашей организации есть еще какие-то ваши другие филиалы. Поэтому вы выбираете структурное подразделение. Если вы являетесь одним из филиалов какой-то большой организации, выбирайте филиал. Далее указываем «БИН». «БИН» должен быть обязательно корректным. Пожалуйста, проверяйте. Потому что компания проверяет по «БИНу» полностью в соответствии через контрагенты. Если что-то некорректно, мы можем отклонить заявку, а вы будете, например, условно ждать. Дальше. «Место расположения» у нас уже выбрано изначально. «Адрес» вы указываете фактически адрес ваш, то есть где находится ваша организация. Я вот, к примеру, здесь указала улицу, дом и так далее. Номер телефона вы указываете. Здесь должен быть указан номер телефона вашей организации, то есть официальный номер телефона. «Информация об отправителе». Заявку должен отправлять ответственный за систему человек, либо же кто-то из руководства. То есть просто педагог, ему не надо отправлять. Если вы являетесь назначенным сотрудником, который будет ввести электронный журнал, то да, вы указываете уже свои данные. Затем указываете номер телефона ваш, после указываете электронную почту. На эту электронную почту придет письмо с логином и паролем. Поэтому, пожалуйста, мы специально сделали два поля, чтобы вы перепроверили, что все указано корректно. Потом, в случае, если не найден ваш населенный пункт, могут быть такие ситуации, что мы в системе не добавили такой населенный пункт, потому что там нет, например, организации, которые пытались к нам подключиться. Здесь вы указываете. Мой населенный пункт такой-то там, пожалуйста, добавьте его в систему. Например, вы выбрали персуат, но фактически это какой-то другой населенный пункт. Если комментариев к заявке никаких нет, вы просто оставляете пустым. Вводите символы с картинки. Затем галочкой подтверждаете, что вы являетесь сотрудником образовательной организации. Нажимаете на кнопку «Отправить заявку». После того, как заявка была успешно отправлена, мы ее обработаем от двух до пяти рабочих дней. Сейчас этот процесс довольно ускорен, поэтому вам, в принципе, быстро придет какое-то уточнение, если вы не всю информацию запомнили, либо запрос лицензии. Вот этот номер заявки 607-69. У вас будут другие номера. Пожалуйста, их там сфотографируйте, либо же куда-то запишите. В случае, если вы какого-то ответа не дождетесь, или будут вопросы по заявке, мы будем уточнять у вас. Укажите, скажите нам, какой номер заявки. Соответственно, вам нужно будет этот номер нам предоставить. Сейчас я подтвержу заявку. Далее вам будет предоставлен логин и пароль. На почту он придет. После того, как вы его получите, вам нужно нажать на кнопку «Войти». То есть опять заходите на сайт, нажимаете уже на этот раз «Войти» кнопку. В поле «Логин и пароль» указываете значения, которые были вам отправлены нашими специалистами. То есть мы отправляем логин и пароль как цифры. Вы их вводите в поле для входа в систему. Этот логин и пароль действуют только один раз. Потом повторно, когда вы будете заходить, они действовать уже не будут. Нажимаете на кнопку «Войти». Здесь уже нужно дополнить недостающие данные о вашей школе. Сверяете краткое полное название, корректно ли указано. Выбираете организационную форму образовательной организации. Здесь вы, например, если вы частное учреждение, выбираете частное. Если вы государственное, то выбираете учреждение просто. Потом тип образовательной организации будет уже выбран автоматически. В поле «Организационная структура» нужно повторно выбрать, например, самостоятельное учреждение. Проверяете ВИН, форма собственности. Также индивидуальная, например, это ИП, государственная собственность. Либо же коллективная собственность. Это когда, например, акционерное общество добавило себе дополнительную организацию, открыло дополнительную школу. Выбирает... Ну, в данном случае мы выбираем государственную собственность. Пожалуйста, отключите микрофон. Место расположения здесь уже выбрано автоматически. Нажимаем на кнопку «Далее». Теперь, смотрите, человек, который будет вести кундели Ки-Зет, кто это делает? Пожалуйста, не делайте так. Это рабочая встреча. Далее, человек, который будет работать в системе кундели Ки-Зет, заполняет информацию о себе, обязательно свои данные. Он будет администратором, то есть главным человеком в системе, у которого будет доступ ко всему. Поэтому он указывает уже свои данные. Отчество можно вносить, можно не вносить, то есть это необязательный параметр. Далее, пол, дата рождения. Нажимаем на кнопку «Далее». Выбираем поле «Электронная почта». Секретный вопрос. В случае, если вы потеряете логин и пароль, система будет спрашивать у вас. В зависимости от того, какой вопрос вы выберете, ответ на него система будет запрашивать. Нажимаем на кнопку «Далее». Дальше вы выбираете сами себе уже логин и пароль. И в дальнейшем вы будете заходить в систему, используя этот логин и пароль. Как я уже ранее говорила, заявка, там будут предоставлены вам цифры. Они уже недействительные. Вы их уже использовали, то есть авторизацию провели. Поэтому выбирайте себе логин, который вам будет привычен. Обязательно на английском языке можно добавить цифры, либо же точку. Другие никакие символы добавить не те. Затем указывайте пароль. Уровень безопасности в системе повышен, поэтому для администраторов нужно придумывать очень сложный пароль. В данном случае здесь должны быть большие буквы английские, маленькие цифры и дополнительные символы. В дополнительные символы нужно вводить собачку, доллар, плюс или звездочку. Принимаете условия пользовательского соглашения. Это необходимо для того, чтобы при вводе ваших персональных данных вы соглашаетесь на то, что вы будете вводить свои персональные данные. Нажимаете на кнопку «Готово». Организацию мы успешно с вами создали. Далее указывайте почтовый адрес. То есть это вот куда почтовые службы отправляют, то есть куда к вам посылки приходят. Ваш фактический адрес, где вы находитесь. Выбирайте управляющую организацию. То есть здесь есть управление физической культурой и спорта в Молинской области, либо же управление образования. В данном случае мы выбираем управление образования в Молинской области. Нажимаем на кнопку «Далее». После того, как вы заполнили общие сведения, нам нужно создать отделение в нашей дополнительной организации. Отделение – это специальность или направление, по которым проводится обучение вашей организации. Я приведу пример. Например, вы являетесь музыкальной школой. И у вас есть дополнительные направления. Например, направление по обучению дамбры, либо же фортепиано. То есть у вас как-то делятся они. Если вы спортшкола, то то же самое. Спортивная секция, футбол отдельно, волейбол отдельно. Добавить отделение, мы указываем краткое и полное название. Если, конечно же, есть такое значение, когда вы кратко указываете и как полное название указываете. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Название, то есть отделение у нас уже добавлено успешно. Нажимаем на кнопку «Далее». Последний шаг – это добавление предметов. То есть, например, у нас есть большое отделение. В рамках этого отделения проводятся еще какие-то разные предметы. Например, если это художественная школа, то там есть живопись, например, натюрмурты или скульптуры и так далее. Здесь уже указываем предмет. Предмет для одной группы будет в расписании два или три пары, три урока будет. Каждый из этих уроков как-то называется. Вот это здесь будет подразумеваться как предмет. Поэтому мы добавляем столько, сколько нужно. Но если вы, например, один добавили, ничего страшного, можно будет потом еще дальше добавить еще предметы. Нажимаем «Далее». Школа успешно создана. Теперь давайте следующие шаги вам расскажу. Будучи администратором вашей организации, у вас будет, как я уже ранее говорила, полный доступ к системе. В первую очередь хотела бы рассказать про профиль и про то, как работать в системе. То есть вы только что указали себе логин и пароль, обязательно куда-нибудь себе запишите на телефон в заметке, чтобы потом не потерять. Если потеряете, нужно будет обращаться в службу поддержки. Чтобы редактировать свой профиль, в правом верхнем углу вы увидите кнопки. Во-первых, вы можете поменять язык системы на казахский язык и полностью на казахском будет система. Дальше, чтобы отредактировать профиль, мы нажимаем на кнопку «Настройки». Здесь мы можем указать псевдоним, поменять дату рождения, установить аватар профиля и какие-то контактные данные указать. В вкладке «Безопасность» нужно будет указать вашу электронную почту. В дальнейшем, если вы условно потеряете логин или пароль, вы сможете через эту почту восстановить свой аккаунт. Но нужно обязательно выслать письмо для подтверждения. На письмо придет ссылка. В письме будет ссылка. И по этой ссылке вы перейдете. После этого ваш электронный адрес будет успешно подтвержден. Во вкладке «Логин и пароль» вы можете отредактировать, то есть поменять свой логин или пароль, если такой свободный логин имеется. Нажимаете на кнопку «Изменить» после подтверждения вашей почты и можете поменять, если там вначале указали что-то не так или хотите просто себе поменять профиль. Потом здесь есть две кнопки. Выход. Это полностью выход из системы. И вкладка «Помощь». Обратите внимание на эту кнопку. Вы перейдете в центр поддержки, то есть в портал поддержки. Если у вас возникают вопросы по системе, как, что делать, вам нужно будет выбрать раздел «Администраторам и учителям». Потом вот здесь вот есть такой большой раздел, называется «Дополнительное образование». Это вот ваш раздел, где будут расположены все статьи и ответы на ваши вопросы. То есть фактически ваша организация называется «ДОТ» «Дополнительное образование детей». И когда вы, например, будете работать в системе, такое понятие «ДОТ» станет уже для вас привычным. Тут есть руководство администратора. То есть вы можете скачать, посмотреть полностью и ознакомиться со всеми шагами регистрации. Как группу создать, расписание создать и так далее. То есть если вам нужен какой-то инструмент уже после рабочего дня, например, вы не можете с кем-то связаться из поддержки, вы можете обратиться к статье, почитать, посмотреть и ознакомиться. Теперь, как работать в самой системе как администратор. У нас есть вот такие вот вкладки. Первые чаты – это чат с iTunes. То есть вы можете зайти и здесь пройти регистрацию, зарегистрироваться и, если нужно, создавать групповые чаты с вашими группами, с учащимися, либо же руководитель группы создает чат и отправляет какие-то письма своим детям. Фактически здесь во вкладке будет у вас написано «ДОТ». Это вот самый главный раздел ваш «Администрирование». Чтобы перейти в раздел «Администрирование», вы нажимаете на эту кнопку, потом вот здесь нажимаете на ссылку «Администрирование». Вот здесь вот расположен уже полностью раздел «Администрирование в системе». Раздел поделен на блоки. Первый блок – это «Люди» называется. Здесь вы будете делать все, что связано с людьми в системе, то есть регистрировать, удалять людей. Точнее, их профили – это сотрудники, родители и учащиеся. Дальше в блоке «Расписание» вы смотрите учебные планы, создаете расписание. В блоке «Справочники» вы добавляете отделение, предметы, здания и кабинеты, если нужно. Следующий блок – «Настройки». Это настройка уже самой образовательной организации в электронном журнале. То есть вы можете отредактировать названия, контактные данные, там, логотип поставить и так далее. И блок группы называется. Здесь вы уже работаете с группами вашей организации. То есть вы создаете новую группу, удаляете группы, исключаете детей из группы и так далее. То есть все, что связано с учебными группами. Итак, давайте приступим. Самый первый шаг – это регистрация сотрудников вашей организации. Для того, чтобы зарегистрировать сотрудника, то есть помимо вас, должен быть еще, очевидно, директор и педагоги, которые будут вести уроки. Для того, чтобы зарегистрировать сотрудника, нажимаете на кнопку «Новый человек». Далее здесь следует выборка «Новая персона». То есть это вы заводите нового человека в системе. Либо существующий пользователь системы. Это значит, ранее этот человек уже был в кунделе KZ зарегистрирован. И вы просто его принимаете в свою организацию, его уже имеющуюся профиль. Мы создаем новую персону. Нажимаем на кнопку «Далее». Роль организации. Выбираем сотрудник, учащийся в развитии. Вообще в системе есть только три роли. А сотрудник, он уже подразделяется на какие-то категории и на их конечные должности. Мы выбираем сотрудник и, например, директор выбираем. Нам нужно зарегистрировать директора. Далее дата прибытия в организацию. Прибытие в организацию, это слово подразумевает, когда вы его регистрируете в системе, а не то, сколько лет он работает. То есть не надо указывать, что с 2000 года человек прибыл сюда. Вы указываете условно сегодняшнюю дату, потому что сегодня вы его регистрируете в системе. В блоке личные данные, обратите внимание, то, что указано с жирным шрифтом, обязательно указанию. То, что не жирным, то есть это указывать не обязательно, уже на усмотрение сотрудника. Затем мы указываем данные. Дата рождения. При необходимости здесь уже далее указываются контактные данные пользователя. Нажимаем на кнопку «Далее». Проверяем, все ли правильно указано. Нажимаем на кнопку «Создать». Профиль успешно создан, его должность указана как директор, то есть квалификацию, если нужно, можно все это указать. И вот внизу на сайте профиля есть такая вкладка «Логин и временный пароль». Когда вы директора зарегистрируете, нужно будет ему отправить вот этот логин и пароль. Опять же, временный пароль действует только до первого входа. После первого входа сотрудник самостоятельно уже указывает свой новый пароль. Если вы что-то сделали ошибочно, вы можете удалить эту персону полностью из системы в течение двух суток. Если двое суток прошли, то можно будет только исключить, и эта персона останется у вас в архиве. Далее, мы успешно зарегистрировали директора, пусть он будет также и преподавать. Условно, нужно будет указать его в расписании. Чтобы сотрудник вышел в расписании, нужно будет обязательно вот здесь поставить педагогический работник, галочку, и указать преподаватель. Либо он может быть социальным педагогом или психологом, либо что-то другое. Выбирайте, уже преподаватель. Категорию здесь можно указать. Сохраняем. Все, мы успешно зарегистрировали сотрудника. Таким образом, вам нужно будет зарегистрировать всех людей, которые будут работать в системе. Таких людей, как бухгалтер или тот, который не имеет отношения к системе, их в принципе регистрировать не обязательно. Важно зарегистрировать тех, кто будет преподавать. Потом, следующая категория. Допустим, есть сотрудник, у которого уже есть профиль в системе. Также нажимаем новый человек, выбираем существующий пользователь в системе, нажимаем на кнопку далее. Здесь у нас данные для регистрации запрашивать он уже не будет. Мы выбираем следующее. Выбираем его роль, сотрудник, преподаватель, дата прибытия в вашу организацию, когда он прибыл. И вот здесь, вот имя, фамилия и логин мы указываем из системы. То есть выбираем фамилию и имя. Например, это существующий в системе, то есть зарегистрированный ранее в системе сотрудник. Мы сейчас укажем его данные. Вот таким образом. То есть, когда к вам прибыл человек и говорит, что у него есть аккаунт в системе, вы просите у него его логин, чтобы его зачислить. Нажимаем на кнопку далее. Мы видим то, что человек также работает в основной организации, то есть в школе. Сейчас он числится так же, как педагогический работник с 17-го года. Нажимаем на кнопку создать. Он появится у вас во вкладке запроса на добавление. Это значит, что ваша организация отправила этому человеку запрос на то, чтобы его принять. Потом этот человек сам заходит в систему. Когда она заходит в систему, она заходит в настройки своего профиля и потом выбирает вкладку безопасность. Вот здесь вот мы увидим то, что музыкальная школа отправила заявку на присоединение. Нажимаем на кнопку предоставить организации доступ и подтвердить. То есть это делает тот человек, которого мы приглашаем в школу. Он подтверждает запрос, успешно принят, вы добавлены в организацию. Все, успешно мы добавили его. В разделе администрирования список людей мы далее уже увидим то, что сотрудник успешно зачислен в нашу организацию. Таким образом мы добавили всех сотрудников. Следующий шаг – это блок справочники. Переходим в отделение и видим то, что вот в начале то, что мы регистрировали отделение, оно уже есть. Дальше нам нужно будет ввести остальные отделения. Нажимаем на «Добавить отделение» и вводим название. Создаем. Можно добавлять бесконечное количество отделений. То есть все зависит от вашей организации. Успешно добавили. Чтобы назад выйти, можно не через браузер использовать, а вот просто вверху будут вот такие ссылки. Опять нажимаем на «Администрирование», попали в «Администрирование». Также следующий наш шаг – это добавление предметов. Вот у нас стоит только скульптура. Нажимаем на кнопку «Добавить предмет», указываем краткое название. И полное название. Название предметов NOBD. Я точно не знаю, вы введете NOBD или нет, но NOBD – это национальная образовательная база данных, где ведут списки всех детей, сотрудников и так далее. Если у вас выйдет вот такой список предметов, которые есть в NOBD, нужно будет вместе с этим предметом, получается, их связать. Вот, например, у нас есть хореография. Если же такого предмета, который преподается у вас, нет в NOBD, то вы просто выбираете другое, и все. Если же есть, то обязательно сопоставляете. У нас потихоньку проходит интеграция с базой данных NOBD, и чтобы интеграция прошла корректно, мы помогаем системам находить предметы. Нажимаем на кнопку «Создать». Успешно предмет создан. Вы же добавляете все нужные вам предметы. Затем «Администрирование» повторно заходим. И следующий наш шаг – это создание учебных групп. Они расположены вот здесь, в блоке «Группы». Нажимаем на кнопку «Группа». Указываем код группы. Код группы, какие у вас есть группы в ваших школах, вы знаете, конечно же, лучше. Я же сделаю так, как в обычных школах происходит. Например, 2А. Группа 2А. Название также вы указываете, можете полное название указать. Например, если у вас идет с аббревиатурой. Но, опять же, это необязательно. Обратите внимание, здесь тоже есть поля, которые указаны жирным шрифтом. Вот их обязательно, остальные необязательно. Форма обучения. Можно также выбрать. Максимальная наполняемость людей по Санкину. То есть по Санкину сколько вмещает в себя один классный кабинет. Например, до 15 человек. Выбираем язык обучения. Опять же, необязательно это тоже. Но вот это вот язык обучения, оно выйдет в журнале. То есть вы когда журнал будете заполнять, и если нужно его распечатывать, то там будет указан язык обучения класса. Вид дополнительного образования. Есть вот таких два вида. По дополнительным общеразвивающим программам и по дополнительным предпрофессиональным программам. Мы выбираем общеразвивающие. Предпрофессиональные здесь подразумеваются уже колледжи, какое-то специальное образование. Отделение. Это вот то, что мы с вами создавали. Фортепиано, хорео. Если не создали ранее, а группу вы уже создаете, видите, шаги уже путаются. Поэтому, как я вот веду сейчас пошагово, лучше всего так действовать. Добавляем фортепиано. Тип группы. Кружки, секции. Здесь уже на усмотрение самого сотрудника мы можем выбрать просто кружки. Направленность не обязательно. Курс – это год обучения вашей группы. Например, у нас второй год обучения, мы выбираем второй курс. Учебный год будет выбран автоматически, здесь ничего трогать не надо. Потом длительность обучения. Здесь также указывается на усмотрение сотрудника. Мы просто здесь указываем, сколько лет длится вот этот вот курс. Например, художественная школа, там, 4 года. Убираем 4 года. Все. Далее. Общее количество академических часов в рамках вот этой вот одной группы. То есть в рамках одного учебного года сколько всего часов будет пройдено по… Ну, для этой группы. Ну, там указываем 32 часа, как один раз в неделю. Руководитель группы здесь назначается. Если говорить об основной школе, то здесь бы указывался классный руководитель. Мы здесь выбираем руководителя группы, то есть ответственного за группу. Приступил к работе. Тоже указываем день в рамках этого учебного года. В системе учебный год начинается с 1 августа и заканчивается 31 июля. Наш учебный год уже начался, потому что сейчас конец августа. Поэтому мы должны указывать дату не ранее, чем 1 августа 22 учебного года. Вот. Нажимаем на кнопку создать. Группа у нас успешно создана. Работать с группой можно вот здесь, в правой части экрана. Отредактировать те же самые названия. Перевести в будущий учебный год. Опять-таки это нужно будет ближе к концу учебного года. Выпустить, перевести в архив. Это значит, что группа закрывается. Мы его выпускаем, мы ее выпускаем. Например, если это последний год обучения или там она расформирована. Удаляем, если было создано ошибочно. Либо же переходим в расписание этой группы. Таким образом мы создаем учебные группы, которые существуют в вашей организации. Следующее. Добавляем детей в эту группу. Для этого нажимаем на кнопку учащиеся. И затем добавить в группу. Здесь тоже самое, тот же тип новая персона, либо же существующий пользователь в системе. Давайте покажу, как добавить новую персону. Нажимаем далее. Вот здесь уже автоматически роль в организации будет выбрана. И указываем дату прибытия в группу. Тоже сегодняшний день поставлен. Если ребенок обучается еще в одной группе, то мы здесь выбираем еще одну группу. Если он не обучается, то мы не выбираем. Это вот для тех случаев, когда, например, по шашкам, по шахматам, дети из разных групп собираются в еще одну группу и приходят в какой-то другой день. Тогда мы можем указывать, добавлять детей в несколько групп сразу же. Дата прибытия в организацию. Как я ранее уже говорила, здесь указывается дата прибытия в организацию в этот класс конкретный. То есть если ребенок учится с 20 года, не надо этот год указывать, надо указывать в рамках этой группы. То есть в эту группу, когда он был зачислен, вот эту дату указываем. Номер приказа, дата приказа, тип приказа. Здесь уже в принципе в целом понятно. Приказ о зачислении в образовательную организацию. Указываем личные данные этого учащегося. Дата рождения. Здесь можно указывать свидетельство о рождении, номер, дата выдачи, контактные данные. Нажимаем на кнопку «Далее». Здесь у нас второй группы нет, поэтому мы уже не можем сейчас добавить. Давайте заново добавим. Далее. Далее после того, как мы все данные ввели, уже проверяем все данные, нажимаем на кнопку «Создать». То есть процесс регистрации точно такой же. Ему опять же выдается логин и временный пароль, который нужно будет уже предоставить самому учащемуся, чтобы он заходил с этим логином и паролем в электронный дневник. Следующее. Здесь можно указывать нужные настройки, добавлять родителей, указывать приказы о зачислении, отправить его в миграцию. Миграция – это даты начала членства, указывать дополнительные достижения. В случае, если он получает какие-то призовые места, можно также добавлять достижения. Вкладка «Личные данные» подразумевает то же самое. То есть вы можете редактировать FIO, какие-то данные, если они были внесены некорректно. Второй способ добавления детей. Например, у вас много 200-300 детей. Чтобы каждого так не оформлять, вы можете импортировать детей сразу же в группу нужную вам. Это делается массово и это делается очень быстро. Для этого в блоке «Люди» мы нажимаем на кнопку «Импорт». Видите, здесь стоит кнопка «Выберите файл». Система принимает только Excel-файл. Как его заполнить, вы можете увидеть вот в этой статье, как импортировать персон в ООО. Переходим по ссылке. Здесь подробная инструкция о том, как нужно производить импорт персоны. И внизу в статье есть вот такие списки. Например, список учеников для импорта. Вы можете скачать себе этот файл. Вот мы его успешно скачали. И сейчас мы видим, что здесь, как указаны данные здесь, сначала идет фамилия, первый столбец, второй столбец – это имя, третий столбец – это отчество. Если у учащегося нет отчества, то просто пропускайте. Пол указывается «Жен», «Муж». Система определит пол этого ученика. Дату рождения указываете. Затем указываете дату прибытия в школу. Мы там условно указываем 1 сентября, 22 учебного года. И дата прибытия в группу. То есть вы можете использовать этот же файл, прям этот же файл, только заполнить туда свои данные, то есть данные ваших детей. Все, сохраняете у себя на компьютере. Потом нажимаете на кнопку «Выберите файл». И затем мы уже выбираем наш ранее созданный файл. Файл успешно выбран. В блоке «Первая строка» нужно выбрать один из видов. В первой строке название столбцов, в первой строке данные. Мы здесь видим то, что в первой строке у нас название столбцов. Чтобы он не импортировал вот это слово «фамилия» как фамилия новой персоны, чтобы потом его не удалять, здесь нужно выбрать первый вариант. В первой строке название столбцов. Нажимаем на кнопку «Далее». Система увидела 9 человек. У нас как раз таки всего 9 человек. Выбираем их роль. Учащиеся. Выбираем год. И группу, которую мы ранее создавали. То есть, смотрите, вы не можете начать импорт детей до того, как вы создали группу, потому что он попросит его создание группу. Поэтому вы сначала создаете группу и после этого уже импортируете детей. Потом система опять-таки не может распознать, какое из вот этих слов является фамилией, именем или отчеством ребенка, потому что они могут быть на казахском, могут отличаться. Поэтому нам нужно сделать сопоставление, то есть соответствие столбцов. Система увидела эти данные. Мы ей говорим, что это за данные, что именно это за данные. Здесь мы видим фамилию. Указываем имя, отчество, пол, дату рождения, дата прибытия в организацию. И вот у нас еще есть дата. Это дата зачисления в группу. Но вот здесь в списке этой даты условно нет. Это значит, что она нам не нужна, потому что мы и так эту дату уже указали. Просто выбираем не импортировать. Дальше указываем номер приказа. Если ваша школа издает приказ, то ваша организация, то вы указываете. Если нет, то вы можете не указывать. Нажимаем на кнопку «Далее». Вот таким образом мы импортируем девяти детей во вторую А-группу. Он сопоставил, система сопоставила все данные, распределила пол детей, их даты рождения, даты прибытия. Если где-то, например, бывает ситуация, когда где-то какой-то другой учащийся импортировался, вы можете только его не импортировать, если где-то ошиблись. Нажимаем на кнопку «Импортировать». Получается, мы одного убрали, восемь человек должны быть импортированы как новые персоны в системе. Был исключен из импорта. Мы успешно импортировали восьмерых детей. Проверяем. Заходим в «Администрирование», «Список групп». Вот наше отделение портопиано, наш курс, второй курс, группа и руководитель этой группы. Переходим на название группы и видим, что у нас уже девять детей. Одного из них мы до этого зарегистрировали, вот этого учащегося. Остальные восемь успешно были импортированы. Следующий шаг. Мы успешно создали группы, добавили туда детей. Как сделать так, чтобы они зашли в систему? Чтобы в каждый профиль не заходить, не брать вот этот логин, пароль, мы просто заходим в раздел «Администрирование» и выбираем вкладку «Приглашение». Здесь мы видим уже все логины и временные пароли наших сотрудников, учеников. Если нужны только дети, мы выбираем учащиеся. Вот так. Можно сделать скриншот, можно скопировать, а можно сделать следующее. Вот наверху здесь есть квадратик. Нажимаем на галочку и далее нажимаем «Печать». У нас откроется печатная форма для того, чтобы эту форму распечатать и раздать логинные пароли. Вот эта вот страница, она выделит как А4, то есть условно А4 примет где-то 8 вот таких вот квадратиков, где указаны данные. Вы сможете распечатать, вот так их разрезать и, например, отдать руководителю группы. Руководитель группы уже по фамилиям просто сам раздаст эту бумажку, и вот каждый ребенок, который получит бумажку, он увидит, что надо зайти по этой ссылке. То, что надо ввести логин и пароль, и то, что нужно выиграть постоянный пароль. Таким образом вам будет сразу же, ну то есть удобно будет, вы просто раздадите и все. Вместо того, чтобы заходить в каждый профиль, записывать их куда-то, переписывать, это будет очень удобно. Повторюсь, это вкладка приглашения. Потом еще бывают ситуации, когда группа делится на два. Для этого нужно создать две учебные группы. Мы выбираем вкладку учебные подгруппы, нажимаем создать подгруппу. Здесь есть способ разделения этой группы вручную, то есть у нас там 9 детей, вы сами выбираете этого в эту группу, этого в эту группу. Мальчики, девочки, это то есть по половому признаку. Он просто увидит, у кого есть там признак мальчика, отправляет его в одну девочку, в другую. И так всех детей он делит по половому признаку. На две части по алфавиату. Он видит 9 детей, делит их по половине, первую часть в одну группу, вторую часть во вторую группу. Мы выберем способ вручную. И далее видим всех наших детей. Распределяем тех, кто пойдет в первую группу. И указываем название группы. Если нужно, полное название. Там указываем то, что нужно. Далее создать подгруппу. Вот дети первой группы, вот здесь вот распределены, это те дети, которых мы выбрали. Вот нераспределенная часть группы. Выбираем их. Можно создать три группы. Например, выбрать только двоих и продолжить создание, еще раз их поделить. Указываем название второй группы. Создать подгруппу. Мы видим то, что все дети нашей группы распределены в две группы. В первую и во вторую. Завершаем работу мастера. Таким образом, у нас в первой группе пятеро, во второй группе четверо детей. Следующий, наверное, один из предпоследних шагов. Там уже, в принципе, мы все сказали. Это создание расписания, журнал и заполнение тем и домашним заданий. В принципе, на этом все. Что сделать с расписанием? Переходим во вкладку ДОТ и выбираем, нажимаем на кнопку расписания. Вот тут будет список наших групп. Нажимаем на группу. И видим вот такую страницу. Что здесь делать? У нас в системе есть возможность добавить большое количество уроков. Но для удобства мы добавили пока только две колонки. Если подряд идут не два, а четыре урока, нажимаем на кнопку добавить строку. Тогда он добавил нам строку, и можно уже продолжать добавление подряд четыре урока. Если лишнее, нажимаем на минус, он уберет эту строку. Приступаем к заполнению. При наведении курсора мышки появляется такой плюсик. Нажимаем на него, выбираем наш предмет. Выбираем группу. Вся группа, это все дети идут. Предметная группа, первая группа, это вот только часть класса идет на этот урок. Преподаватель. Кабинет. Если нужно, указывайте в разделе администрирования. Там есть блоки-страбочники. Время проведения занятий. Время проведения занятий у каждой подобной организации может быть разное. Может быть час, полтора, полчаса, 40 минут, 45 минут. Поэтому здесь вы указываете нужное вам значение. Нажимаем на кнопку создать. Таким образом урок у нас успешно создан. Далее в 10.30 учащиеся идут на перерыв и идут на следующий урок, на хореографию. Первая группа, преподаватель. Мы указали только первую учебную группу. Вот здесь она. Вторая группа идет с другим педагогом. Поэтому вот у нас есть, видите, строки, каждая строка поделена. Тут есть такая линия. И внизу под основным уроком можно еще один урок добавить. Но в это же время нажимаем на кнопку плюс, выбираем предмет. Можно другой выбрать предмет. Можно выбрать вторую группу. И выбираем другого педагога. Указываем уже то же самое время. То есть в одно время они делятся. Нажимаем на создать. То есть первый урок у нас весь класс. Второй урок у нас класс, поделенный на учебные группы. То есть группа делится и к разным педагогам расходится. Вот так обязательно вам нужно будет полностью всю неделю заполнить. Если там у детей курсы понедельник, среда, пятница, заполняйте только понедельник, среду, пятницу. По субботам заполняйте субботу, воскресенье заполняйте воскресенье. Ограничений нет. Чтобы потом каждую неделю вот так не сидеть, не заполнять, нажимаем на кнопку копировать. И выбираем период. То есть, например, у нас 22-го добавлен урок. По какое число? В некоторых школах есть понятие четверти, в некоторых семестре, в некоторых вообще, ну, то есть по-другому как-то. Поэтому мы там до первых каникул мы добавляем уроки. Нажимаем на кнопку применить. И у нас откроется вот такая страница, где указаны все недели, которые мы выбрали. Мы можем выбрать нужные нам недели. Там, пожалуй, выберу через неделю. А вторую неделю у нас другое расписание. Либо могу выбрать все недели. Поэтому нажимаю на верхний квадратик. То есть, тогда он, если мы заполнили условно всю неделю, он просто раскидает все вот эти уроки, скопирует на все те недели, которые мы выбрали. Нажимаем на кнопку применить. Все, расписание успешно скопировано. То есть, ваша задача заполнить одно расписание и потом его скопировать на остальные недели. Когда заново нажимаем на кнопку «Текущая неделя», мы вот здесь переключаемся между неделями. То есть, у нас по умолчанию всегда будет стоять неделя, в которой есть сегодняшний день. Сегодня у нас 24-я, поэтому у нас по умолчанию открылась вот эта неделя. Но вот этими стрелками мы переключаемся и видим, что уроки, они уже есть. А дальше уже нет, потому что мы выбрали по 29 октября. Расписание успешно создано. Только после создания расписания у нас откроется журнал. Если вы перейдете в журналы, вы здесь его уже увидите. Если расписания нет, то и журнала нет, соответственно. Нажимаем на вот эту вот иконку журнала. Выбираем наш предмет. Сейчас у нас период выбран с 1 по 31 августа. А по 31 августа у нас только два урока. Чтобы открыть полностью, мы выбираем здесь нужную нам дату. Вот, по 29 октября. Применяем. И вот тут у нас вышли все уроки за выбранный период. Вот здесь выходит фиолетовым цветом у остальных детей, кроме того, которого мы отдельно добавляли. Потому что дату начала часа мы указывали с 1 сентября, помните, когда импортировали детей. А так как в августе месяце этот учащийся еще не числился, вот 22-го, у него будет некликабельным. То есть здесь можно кликать, здесь уже нельзя. Чтобы исправить, мы заходим обратно в миграцию этого ребенка. Например, нам нужно открыть вот эту вот ячейку. Переходим в список групп, выбираем группу, учащийся, вот этот ученик. Переходим во вкладку «Миграция» и видим, что 24-го августа зачисление, поэтому 29-е доступно, 22-е нет. Нажимаем на кнопку и выбираем дату зачисления, 20-е августа, сохраняем. То есть он был зачислен 24-го, мы просто чуть раньше поставили дату, сохранили и обновляем экстраницу журнала. Вот видите, у нас у Абибы уже открылась миграция, вот эта ячейка открылась. Поэтому важно, когда вы импорт делаете, если, например, уроки у вас уже начались, то вы делаете до даты начала уроков. В сентябре начинается, вы лучше поставьте 31-е августа, чтобы потом каждому не заходить и не править вот эти вот ячейки. Если там 1-го сентября, вы указываете 1-го сентября, тогда он возьмет 1-го сентября включительно. То есть с 1-го можно будет ставить ему оценки. Потом вот так вот выглядит журнал, который надо заполнять. Можно выбрать другой предмет. Вот тут у нас были подгруппы выбраны. Мы выбираем первую группу и видим вот журнал первой группы, журнал второй группы. Тут уже вот разные учителя. Вот Абдолова, а тут уже вот Эггисинова выходит. В некоторых школах нет понятия оценки, нет понятия оценивания. Просто нужно отмечать посещаемость детей. Чтобы педагог отметил посещаемость, нужно, чтобы кого-то не было на уроке. А если все есть, нужно как-то подтвердить, что урок действительно был проведен. Чтобы это сделать, просто нажимаете на галочку. Все, вот этот урок будет считаться проведенным. Доступ к этой галочке будет у администратора и у вот этого педагога. Больше никто эту галочку нажать не сможет. То есть фактически будет подтверждено, что учитель был на уроке, он провел занятие. И вот так нажимает на эти галочки после проведения каждого из уроков. Опять же, если есть оценивание, то вы его настраиваете в администрировании. Вот тут виды оценок, есть кнопка. И вот все виды оценивания, которые есть в системе. Пятибальная, стандартная, как вот советская система. Американская, вот все виды оценок. Десятибальная, двенадцатибальная, стобальная и словесная. Это там молодец, хорошо, достаточно, недостаточно. Они еще будут вот так подсвечены разными цветами для удобства. Зеленые – отлично, отлично и хорошо. Которые оранжевые – это так средние, ну то есть приравнивается к тройке. А красные – это прям плохо. То есть однерка, двойка и незачет. Мы выбрали просто пятибальную систему оценивания и уже ставим в цинке. То есть пятерка зеленым, двойка уже красным, тройка оранжевым. И ребенок тоже будет видеть вот эти оценки таким же цветом. Ну то есть визуально он будет уже понимать, что что-то плохо, что-то хорошо. Потом проведение итоговой аттестации. Проговорю на всякий случай, если есть. Чтобы провести там художественные школы, есть там просмотр, да, например. Либо же там дипломная защита какая-то. Для этого мы нажимаем на кнопку «Добавить итоговую работу». Выбираем за аттестационную работу, либо же за период. Тип работы первое-второе полугодие, годовая аттестация, зачеты, итоговая, курсовая, экзамен. Ну, мы здесь выбираем первое полугодие. Дата проведения каких-то экзаменов, либо же там просмотра, либо же защиты. Указываем там 30 сентября. Время проведения. Время же может выключаться. Час будет идти. Кабинет, если указали. Вид оценки пятибалльный, потому что мы выбрали бы только ее. Если бы было выбрано там несколько, здесь можно было бы выбирать. Ну, давайте выберем. Выбрали, сохранили. Теперь здесь обновляем журнал. Заново добавляем. Вот, выбрали, пожалуй, словесная система. Давайте укажем, что есть время. Первое полугодие за аттестационную работу, даты проведения. Так, 30 сентября. Сохранили. Вот, у нас вот здесь между колонками журнала появится вот 26 сентября, 3 октября. Мы поставили на 30, поэтому здесь автоматически новая работа добавилась. И она работает только для словесной системы оценивания. Вот они виды оценок. З зачет, НЗ не зачет, там П плохо, недостаточно, достаточно, хорошо, очень хорошо, великолепно. Все, провели какую-то аттестацию детей и выставляете. Эти оценки уже, так, сейчас. Вот, например, зачет, либо же не зачет. И точно так же вы ставите уже итоговые оценки. В принципе, журналы заполнять, как бы, просто здесь ничего такого сложного нет. Далее, это темы и домашнее задание. Чтобы перейти в тематическое планирование нашей скульптуры, мы нажимаем на кнопку тематическое планирование. Это первый путь перехода в тематическое планирование. Есть второй путь. Вы заходите в ДОТ и вот тут выбираете журналы. И вот тематическое планирование тоже один из шагов. Просто тут надо выбрать преподавателя, группу, класс и посмотреть, нажимать. А если через журнал, то просто переходите по ссылке, и он вам сразу же, вот эти все выборки он уже сделает. Потому что вы изначально в тот журнал правильно перешли. Дальше. Вот все наши уроки. Выбираем количество академических часов. То есть не астрономических, а академических. Урок может идти 40 минут, но это академический час. Поэтому указываем 1-2. Тема занятия. Тоже вносится вручную. Домашнее задание. Все эти данные заполняются, если они ведутся, если они есть. Если такого понятия, как тема ДЭЗа нет, то и заполнять это не надо. То есть никто не будет требовать заполнять то, чего нет. Поэтому мы добавляем домашнее задание. Это вот уже привычно просто. Так, добавили 3 домашних задания на 1 урок. Добавляем домашнее задание. Когда ребенок заходит в дневник, он увидит свою оценку, увидит свою тему урока следующего дня. Ну, то есть условно расписание. Он увидит то, что вот 5 сентября у него урок в такое-то время, которое вы поставили в расписание. И такое-то домашнее задание, которое ему надо выполнить. Он его сможет и выполнить тоже в системе Делик-Изет. Там можно файл прикрепить или там ссылку и так далее. После того, как урок начался, следующий урок подошел, педагог проверяет, например, и выставляет результаты за домашнее задание. Вот, то есть здесь просто. Можно импортировать тоже. Нажимаете на кнопку импортировать. Когда файл для импорта вы составляете, вы указываете вот так же, как вот вы видите перед собой тематическое планирование. Первый столбец – дата. Второе – количество часов. Тема – домашка. Вот прям так полностью заполняете и нажимаете на кнопку импорт, и он сразу же симпортирует вам из файла вот все эти данные вот прямо сюда, чтобы вручную каждый раз не заполнять. И, наверное, последнее, да, и потом перейдем к вопросам. Это отчеты. Здесь, видите, есть вкладка «Моя организация». Если у вас там 2-3 организации, они все выйдут. Мои группы – это если вы ведете руководство в какой-то из групп, либо же преподаете. Вот моя учетка, она не указана как преподаватель, поэтому здесь ничего нет. А, например, у Абдуловой у нее выйдет то, что 2-я группа, она преподает. Отчеты – это то, что я сейчас расскажу. Журналы – мы переходили. Расписание – это создание расписания. Домашние задания – это список выданных домашних заданий. Вот он текст. Я вводила как ДЗ, поэтому он и вышел как ДЗ. Предмет – кому выдано, дата проведения занятий и сколько детей. Статус выдано. Если ребенок нажмет то, что он выполнил домашнее задание со своей учетной записи, то здесь будет один и здесь будет выполнено. Это зависит от детей. И потом преподавательское – это такой раздел, где только сотрудники могут между собой общаться, публиковать какие-то объявления, придите в учительскую и так далее. Вот мы видим список всех сотрудников. Доступ сюда не имеет ни родителей, ни учащихся. А если, например, нам нужно опубликовать какое-то объявление на всю школу, сегодня собрание, родители, пожалуйста, приходите. Вот во вкладке «Объявления» вы вводите сюда текст записи и отправляете. Просто прописывайте то, что вам нужно, отправляете. Когда учащийся заходит в мобильное приложение, у нас есть мобильное приложение для детей, вот это объявление выйдет к нему на телефон как уведомление, то, что пришло новое объявление. Родители или учащийся открывают, читают и ознакомливаются. Чтобы посмотреть, какие люди увидели, не увидели, вот здесь есть такой глазок. Когда вы наводите, откроется список тех, кто посмотрел, и тех, кто не посмотрел. То есть на случай, бывает, когда говорят, почему не предупредили, не сказали. Разные ситуации бывают. Поэтому здесь можно будет это, конечно же, посмотреть. И последнее, вернусь к отчетам. Отчеты. Здесь большой список отчетов для удобства наших организаций. Они постоянно, возможно, какую-то отчетность ведут, движение. Например, мы можем по сводке посмотреть, что во второй А-класс на конец периода прибыло 9 детей. Тут будет общий список групп, можно будет конец периода, всего, сколько детей у нас прибыло. То есть все это можно будет посмотреть. Оспеваемость можно будет посмотреть по группам. Например, вот у нас вторая есть группа. Мы видим, что вот зачеты, средний балл, потому что здесь не зачет. Вот он. Значит, средний балл у него двойка. Приравнивается двойки. И вот здесь уже общий процент рамков группы на конец периода, сколько детей и так далее. И статистика введения ЖТ, это такой самый популярный отчет, мы можем через этот отчет посмотреть, как те или иные педагоги ведут электронный журнал. Ставят ли они галочки, вот эти вот. Заполняют ли они темы и домашние задания. Вот процент заполнения тем. Всего получается, Абдулова заполнила 15% своих тем. Введение планирования. Это в целом то, как ведется планирование. Видите, вот эти проценты, они одинаковые. Чтобы введение планирования показателей было высоким, надо либо тему, либо домашнее задание заполнить. То есть можно только тему домашнюю не заполнять. Или наоборот. Тогда будет 100%. И введение журнала. Это вот наши галочки, то, что урок проведен. То есть вот так вот. Если, например, условно у нас 100%, до 24 октября. Построим отчет заново. Выбираем до 24 октября. А здесь выберем сентябрь месяц. Построим отчет. Ну вот, видите, то есть тут уже 50%. Это значит, что педагог, то есть 50% галочек уже выставил в рамках уроков, которые были на него поставлены. Там у нас еще уроки есть, поэтому здесь уже 50%. То есть тем самым администратор вашей организации может просто отслеживать, как идет заполнение. Вы зарегистрировали своих педагогов. Они вообще заходят, не заходят. Посмотреть. Вы можете сам факт входа в систему тоже проверить. Есть отчет, называется «Активность в кунделе КИЗ общая». Вот самый последний отчет. Вот здесь мы видим то, что кто заходил, сколько домашних заданий было выдано. Входы пользователей, сотрудники. Это общая сводка. А есть персоналия. Мы видим, что вот Абдулла Вамайра, преподаватель, последний раз заходила 12 августа. Здесь по нулям выходит, потому что это неактивированный профиль. То есть ему надо сначала зайти в систему, иначе будет вот так по нулям выходить. Если заходили в систему, то уже будет возить даты. Если надо, можно экспортировать и распечатать этот отчет. В принципе, это все, уважаемые коллеги. В принципе, такого ничего сложного нет. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте устно или в чат. Здравствуйте. Можешь задать вопрос? Детская школа искусств. Курабайский район. Мы уже третий год работаем в Кунделике, и у нас вот одна проблема. Дети есть. Дети, которые обучаются одновременно на нескольких отделениях. И тут ребенок передумал, уходит с одного отделения. И я не могу его отчислить, так как он автоматически уходит с другого отделения. Понимаете? Не получается у меня никак. Вот в чем у нас проблема. Отчисление с одного только отделения, чтобы он на другом отделении остался. Вы хотите исключить его из конкретной группы, да? Он сидит в двух группах. Да. Так, как вам показать? Давайте я вот так немножко по-другому покажу вам. Сейчас. Так, это уже существующий тестовый дот. Неопечайте внимания. Так, например, у нас есть учебная группа. Чтобы исключить ребенка из одной группы, которая числится в двух группах. Вот, например, у нас есть, видите, да? В трех группах ребенок числится. Нажимаете исключить из организации. Тут все плохо, он из всех выходит. Да, да, да. Да. Чтобы правильно сделать, мы заходим в группу, нажимаем на администрирование. И вот, видите, кнопка исключить из группы. То есть это делается в профиле самой группы. Нажимаем исключить из группы, выбираем там ребенка. А, нажимаем на группу, да? Да, далее, и вот выбываем ребенка. Вот тут список детей вот этой группы. Вот они сидят. Спасибо большое. Ага, вот, наиза на проблеме лучше была. Да, выбываем, и все. И он, получается, мы выбыли дулата, и он остается в тех двух группах. Ага, а то мне приходилось выбыть, очистить, потом заново с архива достать этого ребенка и опять его зачистить. Понимаете, вот так вот было. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, Шартандинский район. У меня вопрос. Центр детско-юношеского творчества. Подскажите, пожалуйста, у нас вот не оцениваем мы детей, оценки не ставим. Но если не проставлять никакое оценивание, то не выходит стопроцентного заполнения журнала. Вы можете ставить галочки, урок проведен? Нет, урок проведен мы ставим, а вот если оценки не заполнены, то получается, ну не получается стопроцентность. Вот в дополнительном образовании, вот здесь, вот в этом кунделике, насчет этого никаких изменений не было? Нет, таких изменений у нас не было. Давайте я поставлю задачу, чтобы он учитывал и галочки тоже. Да, потому что кружки не оцениваются вообще никак. Введение, да? И домашние задания, по сути, мы тоже не задаем. Хорошо, я записала и постараемся добавить в ближайшее время. Спасибо. Можно добавить? Да. У меня есть информация, когда вы заполняете в календарном плане темы, там есть карандашик, туда заходите, и вот в домашнее задание, редактировать домашнее задание, и там есть пункт без оценки. Галочку просто ставите, и все. Видите? Нет, но это касается домашнего задания. Да, да. А вообще, а за урок оценку. Это-то мы делаем правильно. Да, да. А за сам урок оценку. Да, то есть здесь настройка оценки за домашку, а там уже про журнал проговаривается. В принципе, да, вы правы, но это немножко чуть-чуть другое. Еще вопросы, короче. Детская художественная школа, город Степногорск. У меня вопрос. Покажите, как дополнительному образованию вытащить табель на класс, на группу. Табель? Табель. Нам нужен табель, да. Школы вытаскивают из Кунтилига. Почему у нас не получается? Хотела уточнить, как это сделать. Потому что понятие табель не создано в системе, и в целом вообще такое понимание, как табель успеваемости для вашей школы, оно есть? Какая-то форма есть по приказу, форма для введения табелей? Ну, когда у нас не было Кунтилига, у нас был журнал, и у нас постоянно мы табелировали, то есть у нас были листочки, табеля отдельные мы заполняли, и потом у нас в личных делах эти все табеля хранились. По желанию родителей, мы им потом эти табеля выдавали, чтобы там в другую школу они переводились и так далее. А вот сейчас нам приходится из Кунтилига выписывать обратно в эти листочки, и чтобы хранились у нас. Почему нельзя, как в школе, вы просто вытащить, а не переписывать 10 раз, одну работу не делать? Ну, нельзя, потому что такого формата нет, да, люди понимаете? Мы же не в курсе, что вы это делаете, что вы на бумажке записываете. Мы готовы, конечно же, реализовать эту возможность, но только при условии, что мы бы знали, что такое нужно, да, понимаете? Из-за того, что это доп.организации, там такого требования нет, чтобы были табели. Мы, например, реализовали печатную версию журнала для факультативных занятий. Это если вам, конечно, пригодится, вы можете вот отсюда взять, вот тут оценки, все это есть. А если нужно подобие табеля, то, наверное, нужен какой-то приказ либо же постановление от Министерства просвещения, чтобы на основании этого приказа мы начали реализацию и доработку табеля успеваемости для доп.организации. У нас есть табель в основных школах, потому что есть такое требование для школ. Вот. Подскажите, коллеги, у вас у всех есть табели для детей? Добрый день. Знаете, дополнительное образование это такая уникальная вещь, да, потому что это и художественная, и музыкальная школы, и центры детско-юношеского творчества. И если художественная, и музыкальная – это школы, и у них есть и виды оценивания, и они выдают какое-то свидетельство об окончании, то, видимо, есть и табеля. Мы вот центр детско-юношеского творчества, у нас нет ни домашних заданий, у нас нет ни оценивания, мы проводим занятия, и в рамках занятий уже там у нас, как оценивание, у нас идет немножко другое, идет концерт, выставка и так далее. Но самой оценки понятия нет. Но мы все дополнительное образование. Но мы можем выгружать, знаете, мы можем добавить ту же форму табеля, что и есть в основной школе. Если вы хотите, я могу поставить такую задачу. Там будет точно такой же табель, как и в основной школе. То есть, если окей, я запишу и передам разработчикам. А потом не выйдет, что, допустим, для CEDU, оно как-то будет влиять? Ну, тем, которые не музыкальная школа, которые нам, допустим, не надо? Нет, ну, с ваших организаций прямо такого требования нет. Поэтому вряд ли. А еще такой вопрос. Сам лично преподаватель той или иной группы может самостоятельно переводить ребенка с одной группы или в другую? Или это только делает администратор? Это делает только администратор, но вы можете наделить его параллельно другими правами, чтобы у него была такая возможность. Например, вот у нас есть преподаватель. Мы заходим в его профиль, и вот здесь вот видите административные права. Мы можем дать ему еще админправа. Тогда у вас в школе будет два администратора. Если не хотите прям такие возможности давать, даете просто редактора и выбираете полный доступ к блоку «Люди». Тогда вот этот человек может работать только с вкладкой «Люди», добавлять их, исключать и так далее. Но при этом он не сможет оценки редактировать, расписание создавать, группы-справщики что-то трогать, только с людьми. А если хотите, чтобы у человека был полный доступ, просто даете ему администратора. Например, вот я выбрала галочку, выбрала полный доступ и сохранила. И получается, вот этот педагог теперь сможет работать с людьми, их удалять, добавлять и регистрировать. Можно вопрос задать? Детская музыкальная школа, это же ансал. Вот у меня вопрос такой. Вот в профиле написано, вот моя организация, ОДО. Вот мы давно ее делали, как начали. У нас написано ОДО. А вот вы говорите, ДОТ надо. Мы это менять должны? Или это пускай у нас такая становится? Нет, 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 пусть будет стоить ДОТ. Это вот небольшая техническая ошибка, мы ее скоро подправим. У кого-то ДОТ, у кого-то УДО выходит по-разному. Поэтому мы скоро ее поправим. У нас УДО у всех будет, да? Так я понимаю. Да, у вас нормально будет. Ну, то есть это одно и то же, просто название, буквы просто перепутали. А тип организации – это один. Ну, то есть это системная ошибка. Здравствуйте. Здравствуйте. Отбросар, Центр детско-юношеского творчества. Подскажите, пожалуйста, если ребенок зачислен в прошлом году, мы сейчас его добавляем в конделек. Приказ прошлого года мы же делаем, или даже мы же через госуслуги пропускаем. Приказ о зачислении в этом году вы не сделали? Нет, он же в прошлом году уже в курсе. Нет, о зачислении в рамках группы, то есть в организации переход в новую группу. Такой приказ есть у вас? Ну, мы такой приказ не делаем. Не делаете, да? Тогда при зачислении вы можете указывать любую дату. Соответственно, дату прошлого года система тоже примет. То есть можно ее тоже указывать. Спасибо большое. Система же не принимает. Если мы дату зачисления пишем в прошлый год, он выдает замечание, что возможно внесение только за этот учебный год. Нет, нет. Коллеги, смотрите, я вот до этого говорила. Когда вы зачисляете ребенка, вот эта вот дата, вот она должна быть строго с 1 августа 2022 года, не раньше. И вот эта дата тоже. А вот эта дата по приказу, номер приказа, тут можно хоть 90-е годы указывать, он примет. То есть то, что жирным обязательно с 1 августа, а то, что рядом с приказом дата указана, вот как до этого CDUT, задавали же вопрос с прошлого года. Здесь можно указывать там 20-й год. Ничего страшного, он примет эту дату. То есть это не проблема, если дело касается приказа, можно указывать любую дату. А при зачислении в группу, потому что у нас текущий учебный год уже настал, мы прям строго указываем там 31 августа 2022 года. 21-й вы не сможете указать. Еще подскажите, пожалуйста, вот к нам идут дети, которые учатся в школе и уже зарегистрированы в системе Кунделик. И нам было рекомендовано брать их уже существующий логин и добавлять вот как существующий пользователь Кунделик. Но если вдруг, вот бывают, знаете, такие, это единичные случаи, когда ребенок, несут они свой логин, но это не логин в Кунделик, потому что у них там столько систем сейчас, они приносят какие-то другие нам логины. Мы их добавляем, нас Кунделик не принимает. Блюс ко всему у нас еще приходят дети садовского возраста. То есть можем ли мы детей-школьников создать им новый логин в Кунделике? Ну, это единичные случаи. И садовский возраст мы добавляем в Кунделик? Садовский обязательно вы создаете. И тут очевидно, что в школу они же не ходят, правильно? Соответственно, их нет в системе. Садовский можно даже не переживать, добавлять их, импортировать. Школьники, дети, лучше спросите и лучше добавьте как существующие. Просто по опыту скажу, что каша потом такая будет, что вы ее просто не разберетесь в ней. Если ребенок не знает свой логин, но он учится там в школе, которая есть в системе Кунделик. Вы лучше напишите, позвоните к нам, скажите там, вот ребенок, не могу логин найти, дайте мне логин. Мы вам скажем этот логин и вы зачислите его, хорошо? То есть, просто когда там у ребенка четыре разных профиля в разных системах, да, вы говорите, он вообще запутается. Потом родители звонят, ругаются уже. Хорошо, спасибо. У меня вот такой вопрос, вот дополнительное образование, вот у нас ни оценок, ничего нету. По сути-то, вот это вот, зачем для детей, вот этот Кунделик, конечно, я не понимаю, что там смотреть будет. Оценок нету, ничего нету особо. Просто, чтобы они зашли, вот это что? Не знаю, у нас, допустим, так, мы вот школьные, школьные пароли у них не просили, мы раздавали то, что наше отдельно. Мы им не привязывали что-то школьное. Ну, здесь цели альтруистические, на самом деле. Министерство просвещения хочет ввести списки и отслеживать посещаемость детей. То есть, это некий такой шаг к безопасности детей. Вы знаете, какие разные случаи могут возникнуть, поэтому безопасность детей в первую очередь. И это, чтобы это можно как-то отслеживать, было принято решение отслеживать это в системе Кунделик-Изет, потому что в основных школах это идет успешно уже пять лет. Поэтому решили добавить и доп. организации. А тут же уже не учитывается, есть оценивание или нет оценивания в вашей школе. Здесь нужны просто списки и сам факт входа в систему. Поэтому вы начните, если будет там не получаться, мы вам поможем уже. Просто нужно начать и сделать, потому что это требования, мы следуем этим требованиям. А вообще же можно, что они отдельно со школы заходят и отдельно от нашей допки заходят? Технически, конечно, можно. Технически можно хоть 10 профилей создать. Но опять-таки это вопрос удобства и вопрос корректности. Если у нас разработчики системы увидят там не 3 миллиона детей, а 6 миллионов детей, мы будем просто удалять эти профили. И все. И завтра вы опять же можете столкнуться с проблемой. Опять-таки, как у меня ранее спросили, вот детсадовские либо первоклассники. Да, можно создавать. А если есть дети, где вы точно знаете, что есть его аккаунт, то лучше, конечно, добавить. Есть дети, которые приезжают с отдаленных районов, у них там вообще в Кундельке нет, потому что интернета нет. Но он там пятиклассика. Ну, конечно, вы создаете новый профиль. То есть регистрируйтесь в новый аккаунт уже. Здравствуйте. А вообще вот сроки установлены по вводу всех детей в Кундельке именно по доп. образованию? Салтанна Абмаратова подскажет, я не могу точно сказать. Олеги, вообще с 1 сентября вы все должны уже ввести данный журнал. Поэтому сейчас нужно вам уже подавать заявки. После того, как вы зарегистрируетесь в системе, уже потихонечку нужно все заполнять. Работа трудоемкая. Понимаю, что там очень много, что нужно запомнить, но это нужно сделать. Мы потом тут в Телеграмм написали, что будет посещаемость детей. Это вот то, что галочки ставить. Все же больше в Кундельке не чушь про посещаемость детей. Не надо будет. Ну, и раз вы начинаете заполнять журнал, соответственно, будут проверяться заполнять. Заполнение вашего КТП ежедневного, да, своевременного заполнения. И плюс посещаемость детей. Ну, просто отдельного ничего нету, да, вот по посещаемости? Как оно есть? Пока нет. Как будут формы, если будут какие-то разрабатываться формы отчетности, мы вас в действительность поставим, не переживайте. А вот в Кундельке, каким образом посещаемость детей будет показываться, я не знаю, регистрироваться или как? Я покажу, как это происходит в основных организациях. Насколько там все строго. Смотрите, есть такая база, называется мониторинг активности. То есть то, что не учитывается ваши оценки и так далее, у которых у вас нет, все это учитывается очень строго. Мы следим за расписанием, за планированием уроков, за своевременным введением журналов, за выдачей. Это прямо все очень строго. Пороги показателей высокие. Но конкретно на ваш вопрос, вот смотрите, у нас есть активация показателей. То есть вы зарегистрировали, а человек зашел или не зашел, он активировал или нет. Даже есть такой показатель. И вот смотрите, учителям входы за неделю, ученики входы за неделю. То есть отслеживается факт входа ученика в систему Кундельки. Таким образом министерство контролирует вовлеченность детей и родителей в учебный процесс, потому что нужно иметь какой-то измеримый формат, и это проделывается с помощью вот этого вот инструмента. Пока сейчас решается вопрос о добавлении ваших организаций в эту базу. Министерство прямо каждую неделю отслеживает эти параметры. Поэтому фактически инструменты есть. Если они сочтут нужным, то они, возможно, скажут такое требование. Но пока его нет, и пока Маратовна говорит, что лучше потихоньку начать все это делать, лучше, наверное, делать потихонечку, да, то есть как бы не торопясь, до 1 сентября, как уже сказали. Ну то есть фактически инструменты есть, пока их не применяют. Сейчас вот в таких вот музыкальных школах, они пока еще не прикреплены к этой базе. Возможно, будут, возможно, нет, пока неизвестно. То есть в нашем случае, смотрите, мы детей регистрируем, да, но они же не будут заходить, потому что мы никакие домашние задания им не даем. Ваша задача их просто зарегистрировать. А по входам пока такого требования же нет, да, Салат Маратовна? Пока нет, пока нам нужно, мне поставили такую задачу, чтобы мы все организации дополнительного образования зарегистрировали в Кундиюлек. И чтобы организации образования уже начали потихонечку заполнять КТП, ну как журнал уже начали заполнять. А как они будут это отслеживать? Как это все будет, пока нам неизвестно. Пока нам дали старт заполнять журнал. И наша задача научить вас правильно заполнить журнал. То есть вы их зарегистрируете, импортируете, как я до этого показывала, и пока все тихо, спокойно, мирно дальше, то есть не ведем, не просим пока никого заходить в систему. Главное провести регистрацию, чтобы были списки и зачисления. Да, до 1 сентября вы должны сейчас зарегистрироваться, заполнить списки учителей, преподавателей, которые будут работать в вашей организации, да, заполнить кружки, какие у вас есть на сегодняшний день, и уже потихонечку распределять ваши детей. У вас же уже формируются списки детей. Вот потихонечку нужно заполнять, это все нужно вам приготовить на 1 сентября. Поэтому нужно уже начинать данную работу. И можно будет еще вопрос, знаете, по праздничным дням. То есть, когда наши педагоги пишут планирование, они составляют, ну, надо на 144 часа. Поэтому иногда бывает захватываем мы 8 марта, там праздники на Урыс, Новый год и так далее. При заполнении планов в кунделике, вот эти праздничные даты у нас выходят, и приходится вручную их удалять. Можно это как-то автоматизировать? Потому что вот у меня ребенок в школе учится, я не знаю просто, как это делается технически, но там праздничных дат я не вижу. А у нас вот за организацией, мне приходится вручную в каждую группу заходить и эти праздничные даты убирать. Именно праздничные дни. Потому что мы работаем и в субботу, и в воскресенье. Это очень удобно, что все дни доступны для заполнения. Но как только выходит праздничный день, вот нам бы как-то вот этот момент пояснить еще. У нас в основной организации есть такое понятие, как отчетные периоды. Там прям, как я уже до этого говорила строго, они прям выбирают дату начала четверти, конец четверти, и праздничные дни, и воскресенье он вообще учитывать не будет. Здесь более свободно, потому что опять-таки организации все разные, поэтому мы прям полную свободу дали. И когда вы копируете расписание, вот до этого, помните, показываю, вот зависит от того, какую дату конечную вы выбрали. То есть вот эту дату. Если промежуток между вот этими двумя датами есть праздничные дни, он прям на них и распределит расписание. Он не видит праздник, не праздник. Я добавлю в задачу, но пока так, лучше пока, наверное, либо удалять, либо ставить там до первого праздника, потом с праздника начать и опять дальше еще одного праздника делать. Ну, то есть два варианта есть. Потому что потом уже там, знаете, бывают же переносы, о которых мы можем не знать на будущее. Я думаю, что это технически, возможно, где-то есть, куда-то надо нажать, и он все сам сделает. Все, я поняла. Спасибо большое. Есть вопрос еще? Скажите, пожалуйста, вот такая была ситуация, когда нужно было перевести ребенка в другую группу, но перевели ошибочно. Как сделать обратно все это? Допустим, в группе было две Ивановых и перевели не Арину, а Таню. Ошибочно. Все, поняла вас. Переводим ребенка в другую группу. Вот. Перевести. Вот он сидит в двух группах, поэтому мы из демо-3 переводим его в рамках этого года в группу музыка. Дату сегодняшний день поставим далее. Так, это Ангелина у нас перевели. Все, она теперь попала в группу музыка случайно. Заходим в группу музыка, убираем учащегося. Вот она, наша Ангелина. Нажимаем на качественный ключ и обратно нажимаем перевести в другую группу и обратно ее возвращаем в ее группу. То есть из музыки выбираем восьмой класс. Там демо уже нет, он уже в архивный класс. Выбираем дату и обратно переводим. То есть просто обратное действие вы совершаете. Перевели случайно и обратно его возвращаете в его же нужную группу. А приказ не обязательно делать? Потому что там и тип приказа, и номер. При ошибочных действиях уже не надо будет. Спасибо. Можно вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. ИП Байкеш, Бурбайский район Горощучинск. Смотрите, вот у нас, допустим, кундулик мы заведем, зарегистрируем, ну, это все понятно. Но у нас, допустим, договор с отделом образования, получается, идет до конца года. 22-го. То есть на следующий год, ну, неизвестно, будут нам продлевать договор, не будут по доп. образованию именно. Ну, по кружкам, по секции. Как тогда нам быть? Получается, в конце года просто мы закрываем группу, и все. И план, получается, мы же должны писать 22-23 учебный год. А у нас только до 31 декабря 22-го года. Все, проблем никаких нет. Вы сейчас, например, условно создали учебные подгруппы. То, что вы указываете 22-23, это же, ну, как бы, это просто условность, подразумевается, учебный год. Поэтому вы когда перешли, у вас там условно группа закрывается, вы заходите в группу, в настройки группы, вот, например, второй А-группа, заходите в настройки и нажимаете на кнопочку выпустить. Заполняйте данные следствия. Это я вас понял. Имеется в виду, допустим, 22-й год закончился. Нам, допустим, договор не подпишут 1-го января, а подпишут, допустим, в марте. Может быть такое, по каким-то там техническим причинам. Нам потом в дальнейшем как это, допустим, у нас группа будет дальше идти. И как дальше открывать? Заново все это регистрировать детей или можно это как-то восстановить все это? Можно, конечно же, восстановить. Для этого делаем следующее. Вот я, например, перевожу в архив. А, подождите. Вы можете, тогда вам не надо переводить их в архив? Просто оставьте, как есть, система кунделек, потому что... Ну, она, допустим, два месяца я туда заходить не буду, ничего не буду делать. Как бы у нас тоже, допустим, оценок нет. У этого, как бы, ну, домашнего... Извините, пожалуйста. Можно я спрошу? Извините, пожалуйста. А вот смотрите, за тот период, пока вы заключаете договор, у вас секции функционировать не будут? Кружки работать не будут? Ну, как бы будем смотреть, потому что, как бы, мы будем переводить же на платной основе, а может, родители откажутся или еще что-то. Такие же могут быть вопросы. Сейчас они на бесплатной основе ходят, да, все, как бы, все хорошо идет. А, допустим, в январе закончится, как бы договор мы заключили до конца года, до 31-го. Если мы будем их потом переводить на платные, то есть нам же надо зарплату выдавать, все в таком плане. Платить-то не каждый может будет, может, они перестанут просто ходить и все. Ну, мне кажется, не нужно будет им закрывать ничего. Просто вот за первые полугодия у них же закончится все. Когда начинается второе полугодие, то вы должны, уже будете по факту, сколько у вас детей есть, кто ушел, их будете выпускать. А по факту, сколько детей у вас осталось, вы до конца учебного года, мне кажется, вы должны доработать. Вы же... На учебный год? Для этого же я и спрашиваю, как это будет выглядеть. Значит, получается, допустим, в 20-й группе 10 ушло, 10 осталось на платной основе. То есть мы все равно должны дальше продолжать, недалеко. Конечно, конечно. Хоть мы и частники индивидуальных предпринимателей. Конечно. Вы же НОБД заполняете? Национально-образовательный баз данных. Только начали это. Только начали это все делать. Вот. Вы в НОБД указываете, сколько у вас групп, сколько у вас учащихся. По факту, да, на сегодняшний день самое должно быть у вас в Велике. Вот. А я говорю, если они в декабре у меня закончился, дальше продолжать. Вот эти две базы, они у вас должны быть идентичны. То, что они идентичны, это я понял. До этого же объясняли, что как здесь, сколько детей там, сколько там, это все я понял. Ну, сам факт того, что у нас договор получается до конца года. Давайте до конца года доживем, а потом уже дальше решим, что с вами делать. Просто на этот вопрос никто не отвечает. Все хорошо, вы поняли, спасибо. А можно ваш номер и телефон? Чтобы, если вопросы будут, вам звонить. Мой? Да, да, да. И номер телефона. Ну, персональный мы, конечно, не можем вам предоставить. У вас какой-то чат есть, может быть, телеграм. Служу поддержки есть. Есть телеграм, и есть чат. Когда переходите в администрирование школы, сейчас я уточнюсь, это появится или нет. Нет, его нет. Смотрите, есть номер телефона, 313-18-32, можете там скриншот сделать. Есть почта, есть WhatsApp номер. Давайте я вам его в чат, да, наверное, напишу. Смотрите, вот мы, ИПшники, мы первый раз сейчас будем кунделики-зет вносить данные. У нас очень много вопросов будет возникать. Вот по всем этим вопросам, к кому мы должны обращаться, чтобы мы каждый раз не беспокоили, я не знаю, сотрудников ГАРАНО или кого-то. Мы же должны непосредственно к вам обращаться. Да, да. Или же, может, какое видео, как бы, видеоурок. Честно, вот вы нам показали образно, но все равно будет очень много вопросов, потому что здесь столько тонкостей. Не переживайте насчет этого. Сейчас запись вебинара идет. Я публикую вебинар на нашем YouTube-канале, скину ссылку Салфанат Маратовне. В чат я скину номер телефона. Этот номер знают не все сотрудники школ. Вы можете туда писать по каким-то срочным вопросам. Потом также есть статьи, как я уже ранее до этого показывала. То есть, как бы, без поддержки, просто так вы тоже не останетесь. Потом есть вот этот официальный номер телефона, есть почта. Пишите, звоните, если срочный вопрос, будем помогать, будем отвечать вам. В конце концов, есть методисты отдела образования, которые они тоже же подсказывают, помогают. Есть чаты какие-то. То есть, вы не будете одни. Подскажите, пожалуйста, а вот по арт-спорту тоже детей мы должны регистрировать в Кундельке за это, или только касается сейчас управления образования? Я не поняла ваши вопросы. мы работаем и по Гарано, и по арт-спорту. Вот сейчас это касается того, чтобы мы внесли только детей по Гарано в Кундельке или арт-спорт тоже надо? Арт-спорт не относится пока сюда? Нет, пока нет, только по Гарано. Все понятно. Спасибо. Все, наверное, да, коллеги? Коллеги, если есть вопросы, задавайте. Здесь в чате был вопрос по поводу того, что неправильно прошли регистрацию. Можно ли перерегистрировать организацию? Ранее. Это моя организация. Это детско-музыкальная школа Макинск, да? Вас удалили? Вам написали, что вас удалили? Есть детско-музыкальная школа Горд Макинск. Вот они в чате написали, а если регистрация прошла неправильно и можно ли перерегистрировать организацию? Ранее зарегистрировано, когда школьное образование. Они неправильно выбрали тип организации. Если они неправильно выбрали тип и мы их удалили, зависит от ответа, который поддержка предоставила. Если вам пришло письмо, что мы вас удалили, вы просто отправьте заново новую заявку, просто корректно заполните ее. Если мы у вас что-то попросили, то вы пришлите то, что нужно. Если вообще тишина, полная тишина, вы на вот этот номер на WhatsApp напишите, который я скинула в чате, или на нашу почту скажите, вот мы регистрируемся, что-то нет новостей. Мы посмотрим, поищем, спросим, что нужно и вам поможем. Я же говорю, коллеги, вы сейчас будете отправлять заявки на регистрацию, пожалуйста, все корректно укажите, вы это делаете всего лишь один раз, прям надо все правильно указать, чтобы быстро это сделать. Чем какие-то данные будут некорректно указаны, мы к вам вернемся, скажем, вот эти данные укажите, вот эти данные, это просто долго будет. Просто сразу все заполните, отправьте, мы быстро обработаем заявку. Подскажите, пожалуйста, еще вопрос такой. У нас вот ИП, и у нас в городе по двум адресам мы преподаем творческие кружки. В этом случае как мы должны регистрировать свое ИП? В дополнительное образование самостоятельное учреждение не структурное и частная организация. Там просто есть же графа, где адрес, вот там немножко я не поняла, вот мы должны каждого поделить, отдельности или же в отделениях мы должны будем указать. Там у вас есть отделение, предметы вы говорили, немножко там непонятно было. Нет, отделение это просто направление и все. Вот, например, вы что преподаете? Музыка, спорт, что у вас? Нет, у нас, например, шахматы, а, вот у нас есть шахматы, карате, танцы, тос, хумалах. Вот, и в каждой есть там в шахмате две, там, три группы, да, например? Да, 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 по возрастам, например, по времени, вот. Вот это вот отделение. Шахматы отдельно, карате отдельно, это вот отделение. А, а предметы это будут наши группы, что ли? Нет, а предметы это будут, вот, например, в отделении шахматы у вас есть предмет, который называется шахматы, и при создании расписания вы сможете добавить эти шахматы. Отделение вот здесь указать вы не сможете, просто подразделение это как большой блок, там, например, бакалавры отдельно, магистратура отдельно, докторатура отдельно, но в рамках бакалавра есть уже свои дисциплины, это вот как раз такие предметы. И получается, в список предметов вы добавляете все равно карате, и как в расписание добавляете, что там с 10 до 10-30 у вас будет урок карате. Но при этом группа будет находиться в отделении карате. то есть это такой большой раздел, куда вы отправляете все ваши группы, которые относятся к этому разделу. Ну, тогда мы можем же назвать их просто как спортивные секции и творческие кружки. Можно так сделать? Можно, можно, конечно. Когда у нас творческие кружки, это получается будет, например, живопись, да, грубо говоря, там... Я поняла, я поняла, да. В секциях это будет толст, хумалах, шахматы и карате, да, так правильно? Да, 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 можно, можно, конечно. Можно два сделать в отделении, вот, и вот указать, как вы только что сказали, и туда добавить подгруппы по толст, хумалах, отдельно, шахматы, отдельно, и так далее. И эти группы еще делятся на подгруппы, то есть по времени, да, я имею в виду? Если делятся, туда можно добавить подгруппы тоже отдельно. Спасибо. И вы в расписание будете добавлять, например, вот у нас есть сетка расписания, у вас есть одна группа, это там в 10 утра, в час дня, в 3 часа дня, просто отдельно эту подгруппу создаете, и в рамках одного расписания, одной сетки вы добавляете три урока толст, хумалах, но разные дети будут участвовать в разное время. Вот так можно сделать. Коллеги, наверное, мы уже подошли к концу нашей презентации, вебинара. полностью запись шла, мы дополнительно опубликуем ее на нашем YouTube-канале. Давайте я остановлю запись. на нашем YouTube-канале. на нашем YouTube-канале. на нашем YouTube-канале.